Всем привет! Мы начинаем новую серию киевской амплитуды. Сегодня мы вам покажем еще один приток ЦРСА Рагостинга. Среди местного населения сейчас она известна как брод. Но это не курячий брод, а просто брод. Потому что, это уже я от себя добавляю, курячий брод это отдельный приток ЦРСА, который протекает севернее. Как и прошлую серию, эту серию мы начинаем недалеко от станции метро Сырец. Ну вот мы сейчас через этот скверик съемочной группой проходим до станции метро Сырец. Фу, блин, что я несу. И вот через этот скверик мы сейчас доберемся до реки Сырец, от нее уже углубимся в землю неизведанную. Да. Вот мы подошли к Сырцу. Сырец тут вытекает из портала, со стороны улицы Щусева. Это место уже неоднократно мы показывали в прошлых сериях киевской амплитуды. Мы же проследуем далее, по его течению. А воды свою он катит в сторону Почайны. И вот мы приближаемся к местности, известной среди всех любителей родников Киева. А местность эта скрывается вот за тем спуском, возле которого стоит аварийное водопровод, что позволяет связать логически водопровод Киева и малоизвестные родники. Опа! А вот тут Сырец прячется в трубу, прячется в трубу, очень загаженный вход в эту трубу в три трубы, чтобы выйти уже с другой стороны в бетонном русле. И эта местность называется Парк Сырецкий Гай, Сырецкая роща. Сырец вытекает из трои трубе, в него уже в этих пределах впал приток Каменка, ну и множество других меньших притоков. Но местное население тут сейчас привлечено не родниками, а жарят шашлыки, ибо выходной. Внимание на дыры в этих бетонных плитах, это чтобы грунтовые воды сочились свободно. Глубокомысленно сказал Коля. И вот постепенно оказывается, что мы идем в овраге. И склоны этого оврага постепенно начинают возвышаться слева и справа. А Сырец журчит и бежит, но он тут, глубина его, ну по щиколотку где-то. Сейчас мы сворачиваем к роднику. Правда непонятно зачем, но мы вроде бы его попробуем, мы как дегустаторы родников. Справа дорожки к роднику болото. А я не помню. Ну так роднику уже надо куда-то вытекать. Сейчас хочется на пущу работать. Угу. Вот склон и подножие родник. Какие же роднички? Ага. Я сейчас попробую. Вот родники сочатся и эти родники они вдоль всего склона. Вкусная вода с железноватым привкусом. Знаешь какие тут заросли борщевника? Он ядовитый. А вот здесь уже уровень воды в Сырце поднялся. Потому что его питают родники. Вот. Тут он поднялся и уже какие-то водовороты такие. Мы же продолжаем идти к устью рогостеньки. Месту, близ которого некогда стояла водяная мельница. Тут на Сырце некие перекаты даже. Вот смотрите, тут стоят уже эти озера какие-то по бокам. В чем вода, в чем стоят, она никогда не течет. Вот впадает хрень какая-то. Не нормально, он течет дает. Здесь тоже видно. А по берегам русло Сырца забетонированным произрастает ежевика. Вот там они дальше чуть-чуть. Вот тут такая нерукотворная плотина будет. Мусор разный. И там-то и есть это русло. Вот любопытно, что-то справа подходит тоже какое-то ручей, наверное. Посмотрю. Потому что родники правого берега, им же надо тоже как-то протекать. И вот тут прослеживается такое тоже русло вдоль правого берега. Это свод ручьев, свод родников. Вот такой маленький, но есть. Вот, оттуда идет и получается, что как раз... А посмотри, что там. Такой перекат и с другой стороны овражек. Но нам не туда. Сирецкий парень. Здесь чуть прикольно, видишь, кусочек пошел. Значит, вода тут чистая. Вот мы выбираемся к устью рогостенькой. Рогостенька довольно полноводна. Тут такой перекатик. И вот там-то вот впадает рогостенька. Тут уже глубина порядочная, кстати. И можно будет вот так вот по этим плитам туда перебраться. Кстати, вы как? Вы за? Да. Хорошо, сейчас мы тут снимем. Дальше мы не будем идти. Вот в устье рогостеньки. И по карте, вот где-то тут должна была быть мельница эта. Мы предпримем смелую попытку перебраться через этот... Через срез, чтобы добраться до самого устья. Так. Прыжок. И все нормально. Да там не скользко. Так. И запечатлеем, как перебирается Коля. Что? Да. Так. Глубина вот там, наверное, по колено, где-то так. Где-то, я думаю, вот здесь, да. Да. Не хочешь померить живую? Не. Так. Ну что же, начинаем двигаться вдоль. Да. Там еще была цивилизация. Да. Настоящие джунгли. Вот мы углубились в настоящий сырецкий джунгль. Так. Раз. Дайте-ка сообразить. Вот, кстати, вот эта рогостенька тут. Как она протекает здорово. И нам надо перебраться туда. Или еще чуть-чуть обойти. Там мы не пройдем, походи тут надо где-то. Вот ручей рогостенька. Выше впадение своего сырец. Он тоже протекает в таком овражке. И над ним висит тарзанка. Вот. Судя по шуму, туннель с водопадом там. Наверное, вот по этой тюговине. Да. Да. Да нормально-то. Да-да-да. Машкевичи. Опа. Не получилось. Так. Перебрались и идем на шум воды. Этот шум воды приведет нас к замечательному рукотворному объекту. Снимать надо. Ну да, снимаю. Так что твоя реплика попадет в историю. Пойдем. Пойдем. Рогостенька протекает в буреломе. Которому мы сейчас вернем. Потому что там замечательное место просто. Такого места больше нет в Киеве. Вот это место. Знаменитое среди узкого круга. Вот. Та-дам. Величественное зрелище. Вау. Туннель. Мы сейчас спустимся вниз. Переберемся на тот берег. Это возможно. Подчеркиваю. Это возможно. Ну так. Только надо сообразить как перебраться. А наверное вот так перебраться. Так. Вот. Вычисляем способ перемещения. Способ перемещения вычислим. Есть. Экстремальный. Ты ждала чего-то другого. Так. Выключаетесь. Да вот смотри. Вот на это вот. На дерево это замшелое. И с него прыжок легкий. Я на него перешагнул. Моя ловкость позволила мне это. Руку дать тебе. Спасибо. Почти не запах. Теперь посмотрим кто же препятствия преодолеет. Коля. Я только пенсионер перегибал. Мало кто знает что этот туннель проходим насквозь и можно совершенно не замочиться. Я предлагаю пройти. Но ты думаешь пройдем? Да. Мы там лазали. Это удивительно. Я даже ноги не замочил. Ну так. Так. Ну что же. Пробираемся к туннелю и проникаем через него на ту сторону. Вот туннель и речка Рогосинка. Так. Ну что же. Начинаем проникновение в туннель. Продолжение следует. Речка. Руку дать тебе? Снизим. 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 Смотри, как я. Тебе помочь? Да. Да. Сейчас. Да, подержу. Сейчас. Сейчас. Так. Не, вообще тут классно. Сам себя поснимал. Вот она, когда включена. Лезем дальше? Еще. Ага. Ага. А тут да. Это не напоминает, как там особенности, как у меня появились. А кто-то с коробом в самолете прибавил, в зомболе. Лезем дальше. Забавно вы перемещаетесь, надо сказать. Да, я замыкаю просто. Я думал, что на меня никто не смотрит. Поэтому можно все. А-а-а, я падаю, я падаю. Коля, давай прыгай. А тут бревна какие-то шапки. Коля, давай прыгай. хм-хм-хм Свердок Так, ногу добавлю.... Так,теперь я могу какая-нибудь суда выбираться Непонятно почему как Ничего-то не видно Ёлы пау,я падаю Нет О, есть Я живой Вене, а пока еще по грузу поставь, вот так у тебя. Ну, хорошо. Ну, уже завтра, да? Да, могу. Есть? Да, да. Да, да, да. У вас пока еще. Ну, да. У нас переехал поезд пополам. И вот мы выбрались по другую сторону туннеля. Туннель ужаса. И рогостенько сворачивает отсюда налево. Отправляемся вдоль рогостеньки по ее левому холмистому берегу. Вот он возвышается. Он в правом, правый тоже холмистый, но не такой. Просто будем как бы следовать тропе, но иногда спускаюсь к рогостеньке, потому что все-таки интересно показать, откуда она берет истоки. Я там сам не был и, возможно, ее исток застроен очередным ЖК. Ну, тоже очень интересные склоны, причем вот этой фигни раньше не было. Тут что-то копали. Это похоже в братскую могилу копали. А, тут эти, даунхильщики уже тут. За каких-то несколько лет они тут уже себе соорудили трамплины. Вот эти, которые на велике. Ну да. Ой, блин. Ну да. Ну да. Да. Здесь рогостенька не столь впечатляющая, как в районе тоннеля. Ну, тут глубина небольшая такая. Вот тут зато, чем ценно это место, что сюда не долетает шум цивилизации. Нет ни трассы, шума, ничего. Вот. Ну, теперь мы можем спокойно двинуться вот туда, вперед тогда. А, я вижу. Она, видишь, она такого цвета, как листья. Она чуть блестит. Левый берег представляет собой высокий холм. Мы вглубь не пойдем, потому что тут болото, а тут вообще болото такое. Вот тут, тут очень похоже на этот, Башков Яр. Вот там камыши. Вот такое буддство природы. Представляете, сколько там жабок разных живет и прочее. Это их мир. Мы тут в гости. Просто, ну, дальше мы не пройдем, смотри, тут же. Мы идемте дальше сквозь это. Ну, если вы хотите лезть по болоту, пожалуйста. Я с удовольствием это сниму на камеру. Вот тут красный какой-то этот самый. Со всех сторон склонов сочатся родники. И образуют такую черную жижу. Так, вопрос, можем ли мы тут пройти или придется обходить. Сейчас посмотрим. Нет, тут мы не пройдем, надо идти по верху. Вот таким же макаром мы облазали речку Сопку. Обустроенный родничок. Обустроенный, в него втулили пластиковую трубу. Но, как только ее туда втулили, родник иссяк. Люди гады. Мох какой тут растет и мох сухой. Просто лень обходить. Свидита, да, я уже сам все забыл. Мы так много всего наснимали. Кстати, один шрам остался, когда мы лазили в пещеру. Помнишь, я свалилась вниз, меня все рассрапливали. А я ничего не повредился. Один остался шрам. Ужас. Я помню, как мы в некоторых нас проходили. Я до сих пор удивляюсь, как я с этой пещеркой никуда не свалился. Я посидую эту маленькую пещерку, показываю. Мелочь, наверное, скользить ноги. И я лечу вниз. Но, я не знаю, мне казалось, конечно, потому что страха. Глаза велики. Мне казалось, я лечу минут 10. Или меня хорошо так подряпало десяток котов. И все, я лечу и не могу остановиться. Шаг влево, шаг вправо и все. И так вот, если за ветку, она вырывается тоже. И я вместе с ними лечу. И запасно, уголовно лечу. Перепады высот, такие склоны. Мы продолжаем следовать вдоль русла Рогостеньки, в надежде выйти к ее истоку. Родничок тоже скрывается. Вода очень холодная, как во всех родниках. Но мы туда не пролезем, поэтому мы снова вынуждены идти дальше вдоль берега. Но там классные травы такие, огромные травы. Ну да-да. Попробую. Болото тут стоит, болото. А тут даже вот камнем обустроен родничок. То есть видно вкусный. Какие тут толстые деревья. Повторил я на камеру уже. Вы не устали, друзья мои? Вы еще живы? Нет, мы нет. Уходи. Полосы, я обожаю. В печень посетение идти. Угу. Как дал узкую, да? Again. Потому ничего не заучил. После и февроном. Ага. приближаемся к руслу рогостники непосредственно где она уже не скрывается от нас за различными бурьянами такой очень живописный изгиб ее получается тут тут очень интересно вот портал какой-то оттуда вытекает вероятно приток самой рогостники мы сейчас подойдем к порталу а потом продолжим вдоль основного русла вот кладка переброшена но оборудована но такой перекат не просто какими-то свайками небольшими вот родничок тут и вот такой портал а что ему предшествует сейчас посмотрим ничего ему не предшествует просто оттуда вытекает вода то есть люди уже постарались им зачем-то тут понадобилось вот это вот какой-то ручей скрыть под землей так тогда и идем до главного русла слияние множество ручьев и мы направляемся вдоль главного русла рогостники которая оказалась длиннее чем мы предполагали но на карте 17 века или 18 но неважно да нет и давайте по правом берегу она рогостника длиннее чем каменка что да ты же не видел эту карту красота это за века получается этот ручей пробурил себе оврат может быть раньше он был более полноводный а тут как-то интересно обычно правый берег более крутой а левый пологий течение вот интересно оставила такие ровные наносы что ли не знаю как это правильно и одно тут знаешь очень интересно как это так получается обычно скажем как то правый берег более крутой левый более пологий тут наоборот нет ну вот смотри там какая круче вон там вот дальше правда ее камера не очень показывает что это хорошая круче но вон там гора какая если туда пройду мне надо было в джинсах идти потому что крапива кто-то классно блин вот так вот взрыта но так этом какие-то деятели стучат человеческие дятлы судя по картам современным мы должны наткнуться на какой-то жека я не знаю насколько это справедливо утверждение вот видно ее такие заточили там сейчас если удастся туда пробраться какой-то такой вот тут и но сейчас мы туда выберемся а причем но явно наверное и справа русло шло естественно и слева и ухо осушили вот туда вот мы выбрались какому-то забору и сейчас попробуем к трубам этим пробраться так вот а потом куда мы выходим а не знаю тут я думаю что бы что-то церковное интересное какое-то странное символы какие-то нет слева я вижу крест обычно не так все просто тут она продолжается рогостенька мы сейчас посмотрим на этот чудовищный бурелом где рогостенька прячется в трубы а тут получается прикол сейчас я с той стороны посмотрю просто так вот основное русло рогостеньки вот бурелом бурелом и основное русло рогостеньки оно вот оттуда истекает из каких-то труб я туда и не проберусь там портал какой-то там труба и теперь мы посмотрим на другую сторону вот там течет и перебегаем на другую сторону вот она тут рогостенько протекает туда вот идемте вдоль это вдоль ну идемте мы же уже должны дойти до истока ну оно не совсем пещерка но ну похоже да вот оно там струится струится эта фигня вот идем вдоль забора чтобы выбраться дальше вот рогостенько течет оттуда и чаще мы пробуем пробираться дальше все выше и выше по течению вот вот река сама повернула к нам и нашему взору предстало природное чудо высокопарным слогом сказал симулета вот любопытно все это русло оно усеяно битым каким-то кирпичом щебнем это нарочно ли и когда ли потому что я вижу тут очень много битых горшков вот старинный кирпич с остатком клейма окончание то ли к л то ли к а чей завод может быть думаешь так пройдем по теперь по этому берегу давайте давайте более такой ровненький какой ну так идем направо это да навязываясь направо да ага огороды огороды там капуста а подожди сейчас я чуть-чуть сюда спущусь это огородом пойти просто не факт что мы мы по правому просто не пройдем там уже частные усадьбы и к нам придолбаются местные жители видишь когда мы ходили возле этого аэропорта когда сошки снимали да и экстрим вот о том что там частное владение свидетельствует мерзкий забор сетчатый который уже начал тянуться ну посмотрим куда мы хотя бы сможем пройти вот и вот этот забор главное чтобы потом к какому-нибудь метро добраться да доберемся и вон какое-то ЖК строится этот ЖК строится на месте ой там был питомник вот уже потянулся забор и наверное наше путешествие подошло к концу да там уже и оно подошло к концу и по другой причине что мне кажется что мы сейчас упремся вообще в что-то непроходимое а хотя тут какая-то дорожка есть ну все дороги куда-то ведут все дороги ведут место для пикников так называемое обустроенное мусором да елки причем странно что тут елки растут а по виду это даже не елки лиственницы какие-то а справа мы все-таки березы петь смотри ну там березы да но там и хвоя вон смотри видишь вон хвойное дерево а давайте пройдем посмотрим давайте вернемся пошли реально глянем на тот да давайте посмотрим чего значит там там в почву что-то сливают такое что погубило растительность да осторожно тут гвозди большие гвозди ими можно вот предупреждение по цепочке называется да вот стоит блин чернобыльский лес прямо жесть странно то ли это получается дикорастущая флора флора то ли их ну я не думаю чтобы их тут высадил кто-то может быть раньше тут рос такой лес а вот что-то там за забором тут все отравляют да кусочек да кусочек а а а и вот справа от нас потянулась кирпичная стена за ней скрыто то что отравило целую хвойную рощицу мы мы направились дальше по высокому левому берегу рогостинки потому что возле самой рогостинки мы не можем пройти из-за сетчатого забора ну а на другом берегу рогостинки уже видны виден строящийся жека мы не можем подобраться даже к этому берегу потому что тут заросли борщевника ядовитого растения и стучат и гремят различные плодовые растения орешник слива лианы какие-то виноградные я знаю яблочки к сожалению мы не можем показать из-за крогостинки так как он закрыт от нас всякими заборами частными владениями ну и стройкой а также стройкой поэтому мы пошли максимально столько сколько смогли надо ромашки снять они красивые пусть покачаются в камере плодовым еще мы мы Продолжение следует...